всем привет я решила сделать серию видео посвященных регионам италии их достаточно много будем говорить о каждом рассказывать какие-то интересные места и вообще вообще какое ощущение от региона потому что я практически была во всех регионах италии практически во всех за исключением некоторых и каждый раз постараюсь ехать в какое-то другое место какой-то другой регион и всегда изучать какие-то новые места это мне очень нравится и в принципе италия на маленькая поэтому все можно объехать достаточно быстро легко и просто на машине поэтому очень удобно и надеюсь что вы они вам будут полезными это первое видео будет посвящено лигурии начнем именно с лигурии потому что я решил идти с севера потом центр и юг и острова лигурия это первый регион о котором я хотела поговорить я в лигурии была достаточно много раз практически каждый год один раз в год может даже два потому что от тусканы это где-то наверное час полтора наверное езды до первых вот таких вот уже городов поэтому я обожаю некоторые места про которые вам сегодня хочу рассказать что интересного что хорошего вы пишите в комментариях что вам больше всего понравилось в каком-то регионе либо какие регионы вам больше нравится и какие вам интересны таким образом я буду знать что вам больше интересно сегодня будем говорить про лигурию на итальянском языке она так и произносится лигурия так и произносится административная область италии на северном побережье лигурийского моря мар лигуре лигурийское море и как раз этот регион лигурия находится прямо на побережье этого моря известного своими чистыми мелкокаменными берегами которые называются по-итальянски ривера запада область граничит с францией и я я должна вам сказать что некоторые городки лигурии мне очень 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 напоминают юг франции каницу и так далее очень они похожи даже вот по по домикам по архитектуре очень похожи и само море тоже очень похожи один из самых маленьких регионов лигурия но достаточно густо населенный регион протяженность примерно 300 километров и и можно объехать всю полностью наслаждаться разными городами останавливаться на поезде на машине и так далее достаточно легко в восточной части лигурии находится национальный парк чинку и терры это переводится как 5 земель одно из самых красивых мест италии я считаю одно из самых красивых мест самых необычных самых интересных самых таких прям морских интересных прямо рыбацких деревушек вы можете и путешествовать по чинку и терры как на машине например по дороге но это не очень удобно потому что там все дороги вот такие и достаточно тяжело найти парковку можно путешествовать на поезде он очень очень удобный поезд и можете проехать на поезде между деревнями а потом вернуться на вашу первую остановку первоначальную остановку поэтому в принципе очень удобно а также самый мой любимый способ это либо лодка либо паром есть такой паром который ходит вы покупаете билет по моему он где-то в районе 20 евро стоит и вы можете выходить на всех остановках можете какой-то пропустить можете в каждой деревне останавливаться где-то пообедать где-то позагорать где-то поплавить потому что там пляж такие свободные и вот я помню я даже ездила но это был наверное 2011 наверное год и 12 и мы брали паром в специи и ехали вот по всем из воды это невероятная красота потому что когда вы земли смотрите вы все это не видите всю эту деревню всю эту красоту вы не замечаете это нужно именно с воды я считаю смотрите вот я ездила и на поезде один раз и один раз на пароме и вот на пароме было прям супер красиво это пейзажи это ветерок это морской бриз это красота вы останавливались вас подвозит вы уходите с воды в обедаете можете расстелить тут же какой-то взять с собой рюкзак расстелить полотенце тут же лечь по загорать искупнуться опять переодеться и опять в паром и так все проехать очень очень интересно примерно это наверное заберет у вас один день принципе за один день можно все это объехать и очень даже удобный билет вам он дается на один день а рядом с чинку и терры один из моих самых любимых городов он для меня какой-то это опять же похоже на деревню такого деревенского типа это порту венеры в котором находится церковь святого петра она такая очень интересная магическая какая-то ауру нее она легенда что она исполнять желание но это это невероятное место по энергетике кто вот именно кому нравится вот такие места интересные такие какие-то священные необычные каменные он вдали от всех чего порту венера вдали от всех чинку терры он достаточно близко кстати от тосканы и он как-то вдалеке от всех и вот как раз там на вершине поднимаясь на вершины вот это какая-то каменная такая невероятная церковь как будто она там всегда была каменной прям ступеньки старинные прям каменные и церковь святого петра который можно зайти на принципе всегда открыто можно помолиться посидеть поставить свечку зажечь кстати пытали свечки зажигают как лампочки типа зажечь свечку бросить монетку из окна и очень очень красивые виды конечно фотографии также один из самых знаменитых городков это sanremo sanremo проходит фестиваль итальянской музыки как вы знаете sanremo очень-очень знаменитый и также портафина которая знаменитая песня портафина знаменитый курорт но если честно я была я специально ездил мне так хотелось на попасть возможно я слишком завышенные у меня были как бы я председатель представляю портафина какой-то там сногсшибательное место на самом деле когда я туда приехала парковка я вам скажу там была 1 11 евро за 1 11 парковка только стоила поэтому не знаю но не это не за денег а просто когда мы приехали бары все были старые если честно все отваливались и как-то не знаю не почувствовала я этой атмосфере если честно мне вот я по себе мне больше нравится порту время который все немногие знают немногие кто ездит но это одно из самых красивых мест я считаю но туда нужно как раз на машине ехать в период средневековья вплоть до 1797 года лигурия находилась во владениях города генуя генуя переводится как дженова дженова это главный один из главнейших портов в италии гена который сейчас является столицей также региона лигурия в 1797 году наполеон превратил генуэзскую республику в протекторат франции возможно поэтому и немножко похоже и под названием лигурийская республика а затем присоединила лигурию в территории франции такое положение сохранялся до 1815 года пока регион не был завоеван сардинии на карте италии лигурия имеет форму дуги протянувшись от французской границы до тосканы поэтому как раз и рядом вдоль побережья лигурийского моря вот она такая длинненький такой регион из еды самый знаменитый мой самый любимый соус песто в который лигурии лигурии добавляют огромное количество сыра который я не ем поэтому я делаю дома песто без сыра мой любимый сыр мой любимый соус песто который готовится из базилика из кедровых орехов из оливкового масла сыра и овечьего сыра они используют овечьий сыр и также рекомендуется отведать фокаччо фокаччо лигурии это такие лепешки жирненькие такие лепешки очень вкусные которые готовят в италии как street food у них он считается много рыбных естественно блюд рыбные макароны паста фрукта де мари и так далее рис и так далее очень очень много рыбы многие считали буриевскую кухню достаточно вегетарианской и достаточно низко калорийный также много трав много заправок и так далее потому что растут и базилик и розмарин и тимьян и майоран и шалфей все растет в лигурии также один из интересных городов город империя город империи есть находится катера кафедральный собор сан маурицио очень очень красивый самый большой храм на территории провинции город бордигера очень интересное название бордигера интерес известен в италии как город пальм это настоящие финиковой пальмы завезенные арабами которые получили мировую известность как самый северный пальмовый лес в европе также от рядом с портофино находится бухта сан-фуртуозо также там очень-очень много разных бухт очень много интересных мест можно опять же взять лодку катер либо паром и прокатиться по маленьким островкам всякие интересные вещи и вот как раз в бухте сан-фуртуозо стоит бронзовая статуя христос бездны кристо белья бисе очень интересно 1954 с 1954 года он там стоит вода в море очень прозрачной в лигурии поэтому когда спокойная погода можно увидеть на глубине 15 метров эту статую которая стоит в воде это очень очень интересно конечно опыт генуи это столица региона это культурная экономический центр это скажем так сердце этого региона это один из самых торговых портов европы из-за и расположения потому что находится как раз на границе с францией также университет который был основ в 1411 году там ночная жизнь такой более такой прям город гор также старейший в мире маяк 117 метров названный лантерна очень очень классный интересный посмотреть также генуя полностью вид морской естественно это порт очень интересный год а также очень популярным является аквариум аквариум акварио дидженова аквариум очень-очень популярный среди как и детей так и взрослых в котором более 5000 видов всевозможных рыб млекопитающих рептилий и амфи а также в генуи есть международный аэропорт откуда можно долезеть либо из рима либо извини надеюсь вам было интересно подписывайтесь на мой канал ставьте лайк или дизлайк пишите ваши пожелания ваше мнение о лигури спасибо за внимание я желаю хорошего дня спасибо и до свидания